Николай Петропавловский, председатель комитета по работе с органами местного самоуправления Законодательного собрания Края, в самом начале заседания подчеркнул, что работе органов местного самоуправления сейчас уделяется пристальное внимание. Проблемы обсуждаются как на краевом, так и на федеральном уровнях. Вся Россия огромная подошла к точке, когда качество жизни населения от местного самоуправления стало зависеть гораздо больше, чем от федерального, либо субъектового центра. Это очень важный момент. И в силу того, что Россия очень пестрая, разная страна, я понимаю, что вы далеки от мысли того, что в стране происходит все то же самое, как у нас, только немножко отличается. Это может кто-то думать, но не тот актив, который здесь сегодня присутствует. Я совершенно ответственно вам заявляю, как проехавший всю страну человек во всей стране по-разному раз и в большинстве территорий гораздо хуже процесса, чем у нас. И вот это разное и хуже привели к тому, что очень сложно создать единую модель по дальнейшему развитию местного самоуправления, которая была бы эффективной для Камчатки, Якутии, Республики Татарстан, Дагестана, Краснодарского края, Москвы и Вологды. Я вам скажу проще, такой модели вообще не существует. Настолько разные условия хозяйствования, настолько разные источники доходов, быта, обычаев, особенностей, начиная от религии, заканчивая просто вековыми какими-то обычаями. Что на сегодняшний день, это было озвучено на съезде в СМС, существует три концепции развития местного управления. От работы власти на местах зависит качество жизни населения. Поэтому сейчас краевые власти ищут лучшие предложения по развитию самоуправления. На них будут ориентироваться в дальнейшей работе. О том, как реализуется закон об общих принципах организации местного самоуправления на территории Лобинского района, сообщил заместитель главы района Олег Кухно. Укрепление экономики, строительство дорог, жилья, укрепление инфраструктуры, благоустройство, модернизация системы образования, медицины, спорта, повышение качества жизни лобинчан. Это все те приоритетные, может быть не все, но приоритетные направления, которыми мы занимались. Олег Кухно подчеркнул, что важно вовлекать в работу как можно больше молодежи. Поэтому на встрече присутствовал и актив молодых депутатов. Были поставлены конкретные вопросы на районном уровне депутатами законодательного собрания «Край». И мы получили, как я считаю, хорошие ответы, чтобы жить комфортно, чтобы был достаточно обеспечен наш район, чтобы у нас была спокойная межгазиционная политика, чтобы не было никаких конфликтов. Если есть сейчас какие-то проблемные вопросы по внутренней миграции, по внешней миграции, нужно же сейчас их поднимать, о них говорить, а не тогда, когда уже будет поздно, когда уже будут совершаться, не до бога, какие-то преступления, или какие-то межнациональные будут происходить конфликты в нашем городе и районе. Поэтому я, как человек, который возглавляет комитет молодых депутатов по местному самоправлению, в первую очередь ставлю для себя задачу все эти проблемы уже сегодня поднимать и их решать самое главное. На собрании также обсудили актуальные для нашей территории вопросы об эффективном использовании земель, находящихся в муниципальной собственности, о внутренней и внешней миграции. Все продуктивные предложения и инициативы, которые были высказаны на заседании, будут рассматриваться в качестве новых задач, направленных на улучшение работы, органов местного самоуправления. С учетом огромного многообразия России, разных субъектов, с разным уровнем жизни, разными природными, климатическими и экономическими условиями, мы готовим пакет свой предложений Кубань. И город Лобинск стал первой точкой на территории Кубани, где это в виде задачи было доведено до вашего актива. И вот те предложения, которые прозвучали и о земле, и о полномочиях, и о безопасности коллег, они будут сформулированы в юридически правильную формировку и предложены нами для коллег на федеральном уровне.